Российский офис марки Hyundai провел большую пресс-конференцию по итогам уходящего года. Как это сейчас принято, мероприятие состоялось онлайн и вовсе не ограничилось итогами. Так, глава представительства Алексей Калицев признался, что корейская компания еще 6 ноября приобрела законсервированный завод General Motors. Правда, что там будут выпускать, Hyundai решит ближе к июлю. Если говорить про завод Шушара, действительно, это наша вторая площадка. Мы сейчас прорабатываем возможные сценарии использования этого производственного актива. Мы сейчас анализируем возможности нашего завода, мы анализируем потребности и перспективы рынка второе. И мы также анализируем наш модельный ряд, потому что совершенно очевидно, что наш проект в Шушарах носит долгосрочный характер. Поэтому мы сейчас смотрим на горизонт 5-8 лет. Поэтому пока, наверное, преждевременно говорить о каких-то конкретных вообще моделях и более того объемах. Напомним, что производство, где делали машины Chevrolet и Opel, рассчитано на выпуск примерно 100 тысяч автомобилей ежегодно. Площадка была открыта в 2007 году и закрыта в 2015, когда боссы GM резко решили увезти народные модели из России. Вдобавок, Hyundai распланировала грядущие новинки. Первым после нового года придет рестайлинговый кроссовер Santa Fe. А через пару месяцев, уже весной, дебютирует четвертое поколение Tucson. К середине года нас ждет главная премьера – новая Creta. Мы вынуждены проиллюстрировать эту новость индийской версии машины. Однако Алексей Калицев пообещал, что российская версия будет выглядеть иначе. Creta действительно это май-юнь от следующего года, и мы планируем запуск и готовимся. Мы идем в графики, поэтому я абсолютно уверен, что мы запустимся в срок. Наконец осенью мы увидим загадочную модель под названием Staria. Это преемник микроавтобуса H1. Таким образом, до конца 2021 года марка полностью перезагрузит линейку своих моделей. И, наконец, собственно, итоги. В этом году Hyundai удалось удержать 10-процентную долю на российском рынке. Хотя из-за всеобщего весеннего локдауна и последующего дефицита автомобилей продажи несколько просели. Начало следующего года из российского офиса Hyundai видится позитивным. А вот дальше будет сложнее. Именно поэтому корейцы продолжат развивать новые формы владения автомобилем, а также запустят собственную платформу по продаже поддержанных машин. Продолжение следует...